Добрый день! Добрый день, дорогие ребята! Мы продолжаем с вами изучение электрических явлений. Я учитель физики Беляева Светлана Иустиновна, и мы начинаем с вами новый урок «Решение задач на применение закона ОМО для участка электрической цепи». К концу урока вы сможете начертить схему участка электрической цепи, с помощью которой можно определить сопротивление. 1. Используя закон ОМО для участка цепи и треугольник запоминания, вывести расчетную формулу для вычисления напряжения и сопротивления данного участка. 2. Обосновать последовательное соединение в цепи амперметра. 3. Обосновать параллельное соединение в цепи вольтметра. 4. Пояснить падение напряжения на продводящих проводах. Ну, прежде чем мы начнем решать задачи, давайте рассмотрим, ответим на вопросы. Сформулируйте определение электрического тока. Электрическим током называется направленное движение положительно заряженных частиц. Сформулируйте определение силы тока. Силой тока называется физическая величина, которая показывает, какой электрический заряд проходит через поперечное сечение проводника в единицу времени. Каким прибором измеряется сила тока, как он включается в цепь, и запишите формулу, определяющую силу тока. Сила тока измеряется амперметром. Включается он в цепь последовательно. А сила тока равна заряд, прошедший через поперечное сечение проводника, деленное на время, в течение которого этот заряд проходил по проводнику. То есть мы говорим о чем? Что сила тока дает возможность нам определить заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в единицу времени. Следующий вопрос. Что называется напряжением? Запишите формулу, определяющую напряжение. Электрическим напряжением называется работа по перемещению электрического заряда в один кулон, из одной точки поля в другую, или из одной точки цепи в другую. Напряжение определяется как работа, деленная на заряд. Каким прибором измеряют напряжение? Как он включается в цепь? Напряжение измеряется вольтметром, включается в цепь параллельному участку, на который надо измерить напряжение. Ну и давайте рассмотрим закон омодля участка цепи. Вы должны понимать, что этот закон был получен экспериментально. И в данном случае схема цепи, которая может помочь в установлении этого закона, вот она перед вами. То есть что у нас здесь есть? Значит, между точками электрической цепи 1 и 2 включено сопротивление или включена нагрузка. Через которую идет ток. И параллельно этой нагрузке, включая амперметр, включен вольтметр. Амперметр нам нужен для того, чтобы измерить силу тока, вольтметр для того, чтобы измерить напряжение. Георг Ом установил, что сила тока равна напряжению, деленное на сопротивление. Иначе мы можем сказать, что сила тока прямо пропорциональна напряжению на данном участке цепи и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка. Очень удобно эту формулу запоминать с помощью так называемого треугольника запоминания. Вот он перед вами. Напряжение, поскольку оно здесь в числителе находится, мы с вами напишем в верхней части треугольника, разделив предварительно этот треугольник на три части. Слева запишем силу тока, символ силы тока, а справа запишем сопротивление. И посмотрите, что получается. Числитель равен силе тока, умноженной на сопротивление. Прямо просится сказать, что их надо умножить, эти две величины. Но на самом деле из закона Ома получается тот же самый ответ. То есть напряжение равна силе тока, умноженной на сопротивление. Итак, это расчетная формула, которая дает возможность посчитать напряжение, если известно сила тока и сопротивление. Если же нам нужно найти сопротивление, то мы в данном случае смотрим внимательно на этот треугольник. Посмотрите, сила тока равняется напряжение, деленное на сопротивление. То же самое мы с вами можем получить непосредственно из этой формулы. Чисто математически мы получаем, что знаменатель или сопротивление равняется напряжению, деленное на частное, то есть на силу тока. И так, исходя из закона Ома, мы фактически можем рассчитать или напряжение, или сопротивление на данном участке цепи. Давайте попробуем применим этот закон. Итак, задача 2.151, сборник задач 8-9 класса, автор Малинчук и другие. И читаю задачу. Чему равно электрическое напряжение на зажимах амперметра, показанного на рисунке? Какое напряжение надо приложить к зажимам амперметра, чтобы он показывал максимальное значение тока? Давайте сначала рассмотрим очень детально картинку. Итак, что вы видите? Боковка А обозначает амперметр. Плюс-минус показывает, что этот амперметр для постоянного тока. Шкала на этом амперметре показывает, что максимальное значение тока, которое можно измерить, это 2 А. Определим цену деления. Значит, если у вас здесь единичка, здесь 2, вы посчитали, что у вас здесь 10 делений, то есть у вас получается, что цена деления данного прибора 0,1 А. И обратите внимание, что на экране здесь записано, что сопротивление R равняется 0,005 Ом. Мы иногда говорим внутреннее сопротивление амперметра. Обратите внимание, что оно маленькое. Итак, ну давайте будем разбираться с этой задачей. Прежде всего мы должны сказать, что если через амперметр идет ток, то это означает, что электрический ток там совершает работу. Следовательно, между клеммами, положительным и отрицательным клеммами, существует напряжение. Это напряжение можно рассчитать, используя закон Ома для участка цепи. Итак, мы получаем с вами закон Ома. Запишем и равняется O деленное на R, откуда следует, что напряжение равно сила тока, умноженное на сопротивление. Теперь очень внимательно посмотрим на шкалу и определим значение силы тока. А сила тока равняется 0,8 Ампера. А сопротивление у нас уже есть, мы его уже прочитали на экране. И что получается, что в данном случае, используя закон Ома, подставив эти значения, мы получаем, что напряжение на зажимах амперметра равняется 0,004 В. Напряжение на амперметре 0,004 В. Велико оно или мало? Ну, конечно, мало. Для того, чтобы через амперметр шел наибольший ток, мы можем рассчитать, что максимальное напряжение будет равно 0,01 В. Естественно, возникает вопрос, а какой же вывод отсюда следует? А вывод следует вот какой. Амперметр не оказывает большого влияния на сопротивление электрической цепи, так как у него маленькое сопротивление. И напряжение на нем тоже мало. Поэтому влияние амперметра на электрическую цепь, как правило, пренебрегает. И можно пренебречь. Есть, конечно, случаи, когда этого сделать нельзя, но те цепи, которые мы с вами рассматриваем, это можно сделать. Следующая задача. Задача 2.151 из того же сборника. Чему равна сила тока в вольтметре, показанном на рисунке? Чему должно быть равно максимальное значение силы тока, чтобы вольтметр показывал наибольшее напряжение? Ну, давайте внимательно рассмотрим прибор. Итак, мы видим, что здесь находится буковка В. В, то есть это означает, что в данном случае это вольтметр. Вольтметр для постоянного тока. Стоят знаки плюс-минус. Указано сопротивление. Обратите внимание, что внутреннее сопротивление вольтметра 800 Ом. Максимальное напряжение, которое может измерить этот вольтметр, 10 В. В данном случае давайте попытаемся сейчас определить цену деления. От 0 до 5 В у вас 10 делений. Если вы разделите на 10,5, то вы получаете 0,5 В цена одного деления. Ну, давайте теперь разбираться дальше. Значит, вольтметр показывает 4 В. Сопротивление у нас известно. Следовательно, исходя из этих данных, используя сакон Ом для участка цепи, мы можем рассчитать электрический ток, который при данном напряжении проходит через этот вольтметр. И мы видим, что это значение равняется 0,005 А. Если посчитать максимальный ток, который может пройти через этот вольтметр при 10 В, то он получается 0,125 А. Вольтметр при 10,000 А. Какой можно сделать отсюда вывод? Вольтметр включается в цепь параллельно, так как у него большое сопротивление, но при этом через него идет маленький ток, которым можно пренебречь. Итак, вольтметр включается параллельно, потому что у него большое сопротивление, и через него идет маленький ток, которым можно пренебречь. Следующая задача. Итак, задача 2,152 из того же задачника. Ученик собрал цепь по представленному рисунку для определения сопротивления нагревательного элемента кипятильника в холодном состоянии. Вольтметр показывает 2,3 В. Посмотрим внимательно и убедимся, что это примерно так. Амперметр показывает 60 мА. Вы видите по положению стрелки. Это во-первых. Во-вторых, вы видите, что здесь на амперметре написано, что это милиамперы. И указано сопротивление внутреннего амперметра. В данном случае получается 0,8 Ом. И начертим схему этой цепи. В данном случае вы видите, что источник тока, амперметр, резистор, замыкается на источник тока. И параллельно амперметру и резистору подключен вольтметр. Дальше запишем показания приборов. То есть, сила тока у нас равняется 60 мА, а напряжение равняется 2,3 В. Исходя из закона Ома, выводим, чему равняется сопротивление. И подставив в эту расчетную формулу значение напряжения и силу тока в системе СИИ, мы получаем 38 Ом. То есть, сопротивление нагревательного элемента равняется 38 Ом. Я хочу обратить ваше внимание на знаменатель в расчетной формуле. Значит, милиамперы – это 10 минус третьей степени ампера. Поэтому, когда мы здесь подставляем значение, то мы должны учесть и перевести эту величину в систему СИИ. Ну вот, примерно так можно измерить сопротивление какого-либо несложного прибора. Задача номер 22. Учебник физика 8 класса, страница 92. Определите напряжение на концах никелинового проводника длиной 10 метров, площадью поперечного сечения 1 мм в квадрате. Если сила тока в нем 0,1 Ампера и удельное сопротивление никелина 0,42 Ом, умноженное на миллиметр квадратный, деленное на метр. Я думаю, что вы обратили внимание, что удельное сопротивление я здесь записала несколько по-другому. То есть, почему так? Потому что у нас площадь поперечного сечения в миллиметрах, и, скажем так, упростить расчеты. Итак, запишем данные. Длина проводника 10 метров, площадь поперечного сечения 1 мм квадратный, сила тока 0,1 Ампера, удельное сопротивление 0,42 Ом на миллиметр квадратный, деленное на метр. И нужно определить напряжение. Исходя из закона Ома для участка цепи, мы получаем, что напряжение равно произведению силы тока на сопротивление. Найдем сопротивление, используя уже известную вам формулу. То есть, если мы подставим значение, то обратите внимание, я вместо ρ подставляю 0,42 Ом на миллиметр квадратный, деленное на метр, умножить на 10 метров, деленное на 1 мм квадратный. Вы прекрасно понимаете, что миллиметры квадратные сократятся, метр и метр сократятся, и мы получаем ответ в Омах. Этот ответ будет 4,2 Ома. То есть, напряжение на концах проводника будет равно 0,1 Ампера умножить на 4,2 Ома, и получаем 0,42 В. И ответ напряжения на концах проводника равняется на 0,42 В. То есть, обратите внимание, что на подводящих проводах, а никелиновый провод используется в качестве проводника в электрической цепи, падение напряжения на подводящих проводах должно быть мало. Оцените свое состояние после урока. Посмотрите, достигли ли мы с вами целей. Давайте попробуем разобраться. Начертить схему электрической цепи, с помощью которой можно было определить сопротивление. Мы это сделали. Используя закон Ома для участка цепи и треугольник запоминания, вывести расчетные формулы для вычисления напряжения и сопротивления данного участка. Мы это тоже сделали. Обосновать, почему амперметр включается в цепь последовательно, а вольтметр параллельно. И пояснили падение напряжения на подводящих проводах. Итак, цель достигнута. Советую прочитать параграфы 1.1.1.4 до рубрики «Соединение проводников» издания 4. Решить задачи 20 и 21 на странице 92 и на странице 83 выполнить упражнение 1.5. Я вам желаю удачи, желаю хорошего дня, будьте здоровы и не болейте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин